Год учителя В современной школе не хватает не только новых методик, но и учителей. За зарплату в 4500 рублей идут только энтузиасты. Если не поддержать вовремя, кузница кадров оскудеет. На этой конференции глава региона впервые озвучил весь комплекс инициатив правительства области в системе образования. Они направлены прежде всего на поддержку как начинающих, так и опытных педагогов и, конечно, на повышение престижа профессии учителя. Почти половина средств областного бюджета пойдет в следующем году на развитие системы образования. 600 миллионов рублей на поддержку малокомплектных школ, 44 миллиона на учебники. Для сравнения, в этом году на это было потрачено в 9 раз меньше. Педагогам гарантирован 30-процентный фонд стимулирующих выплат, а эта новость вызвала шквал аплодисментов. В будущем году мы предполагаем 100 выпускникам молодым педагогических вузов, отправляющихся в сельскую местность, выплачивать подъемные в размеры. Первый год 50 тысяч рублей, второй год 30 тысяч рублей и третий год 20 тысяч рублей. Также молодых специалистов ждут беспроцентные ипотечные кредиты. А сельской местности начинающим преподавателям предоставят субсидию 70% от стоимости жилья плюс треть стоимости в виде рассрочки на 25 лет. Для сельской школы важным я считаю приток молодых кадров, потому что у нас в школе более 75% это уже пенсионный, предпенсионный возраст, а молодых специалистов нет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы школа жила на селе и были молодые учители. В свою очередь выпускники должны будут 5 лет проработать в школе. Они со временем станут цифровыми, по крайней мере по одной в районе точно. Проект цифровая школа 21 века будет реализован на базе еще 4 школ в Бабушкинском, Вожигодском, Грязовецком и Харовском районах. Это главные планы области на год учителя. А для педагогического вдохновения на Вологодчине решено учредить почетный знак и премию губернатора области «Лучший учитель». 100 тысяч рублей получит 86 педагогов. Отличившимся школам достанутся гранты в 1 миллион рублей. Именно достойные должны попасть на страницы книги педагогической славы, которую издадут в 2010-м. Она будет своего рода документом, обозначающим начало не года, а новой эпохи в профессии учитель.